Доброго времени суток, друзья! В этом видео я вам расскажу 5 ошибок, которые совершают танкисты и становятся целью для артоводов. Ошибка номер 1. Это слабое бронирование танка. Слабо бронированные танки являются танки со слабым корпусом и башней, к примеру Т-67, Хеллкат, Борщ, Гриль и так далее. Эти танки сладкая нажива для арты. Вышли в бой на этом танке, знайте, вам категорически нельзя светиться в бою, так как засвет вражеским ЛТ может стать для вас роковым. Если арта была сведена в вашем направлении, беды вам не миновать. Так что если у вас сработала лампа или вы предположили, что вас засветили, так как лампа засвета срабатывает не сразу, всем, наверное, это известно, вы должны незамедлительно покинуть свою позицию, желательно вилять из стороны в сторону, либо укрыться за высоким препятствием, либо зданием. Ошибка номер 2. Неправильно выбран угол наклона танка. Как правило, такие танки, как тяжелые, считают, что им не может причинить никакого колоссального урона арта, и они крайне заблуждаются. Так как выбран неправильный наклон танка на наклонной местности по отношению горизонтали 45 градусов и фугасный снаряд с легкостью пробьет моторный отсек и крышу башни. Это слабо бронированные места у многих танков. Пробитие моторного отсека может повлечь за собой пожар и выгорание модулей и членов экипажа. Ошибка номер 3. Неправильно выбранная траектория. Неправильно выбранная траектория разъезда с базы может повлечь за собой серьезные проблемы от артиллерии, так как вы легкая цель. И это говорю я про тяжелые танки. Это техника с маленькой удельной мощностью двигателя. Так же это и касается СТ. При разъезде с базы будьте внимательны и выбирайте правильную траекторию танка, чтобы не попасть под засвет вражеского легкого танка. Так как ваш засвеченный танк может стать приоритетной целью для арты, выбирайте максимально отдаленную траекторию от вражеского ЛТ. До того момента, пока светляк не попадет под чей-нибудь засвет и не начнет возвращаться в сторону своей базы. Но это не распространяется на ЕБР-105. Эти ребята зверски непредсказуемы. От ЕБР можно ожидать чего угодно, его траектория зависит от степени IQ его пилота. И если вы все же попали под засвет, старайтесь менять траекторию своего пути, либо резко остановиться и поехать в другую сторону. Будьте непредсказуемы. Усложняйте сведение артиллерии по вашему танку. Это касается СТ и быстрых тяжелых танков. Такие танки, как Маус и Тайп, будет очень сложно менять траекторию. И об этом мы поговорим в четвертой ошибке. Ошибка номер 4. Малоподвижный танк. Это маленькая скорость движения танка. Сочетает в себе две главные ошибки танкистов. Номер 3. Неправильно выбранная траектория и малоподвижность танка. Слабоподвижный танк является приоритетной целью для артиллерии, так как в него проще всего попасть. Не нужно угадывать его дальнейшие действия и брать упреждение на дальнюю дистанцию. И главной ошибкой является неправильная установка вспомогательных модулей. Это такие модули, как противоосколочный подбой. Он зачастую спасает тяжело-слабо-скоростные танки от попадания артиллерии, точнее ее пробития. Урон может пройти, но он будет не такой значительный по отношению к тому, если бы у вас не стоял противоосколочный подбой. Ошибка номер 5. После засвета не менять позицию, а вставать в то же место, где был первичный засвет. Часто многие ПТ-СТ после засвета пытаются найти укрытие. И многим это удается. Но как они пропадают засвета, они встают на то же самое место, где был первичный засвет. Происходит вторичный засвет. Арта, как правило, уже сведена, где первый раз светился там. Ииии, вы сами понимаете, что происходит. Горит жопа вместе со стулом у этого товарища. Ребята, не совершайте эти ошибки. И арта будет увлечена другим участникам игры. А вы останетесь без внимания артиллерии. С вами был Артовод. Красная команда будет страдать. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова